Америка, Испания, исторически так сложилось, что вертолеты России не только поставляют, мы создали там центры в Латинской Америке обслуживания. И хотелось бы знать, как это все продвинулось за эти годы последние, и еще есть ли новые новости с Испанией, потому что знают, что российские претенды там тоже тушили пожар. И хотелось бы узнать, во-первых, как это продвигается, во-вторых, какие подробности типа моделей, которые более востребованы в Латинской Америке и в Испании. So my question is regarding our region, it's like in America and Spain. Traditionally, Russian helicopters have had a presence there also. There are maintenance centers that are operating, so it's interesting if you can comment on this matter also, regarding the developments and use that come from your partnership with Spain and Latin American countries. And if you can give more details about the models that you think are already in demand in these countries in the region. Спасибо большое за вопрос. Латинская Америка традиционно является эксплуатантом в большинстве сангвайного транспорта, при водолеты или боевых. Спасибо большое за вопрос. First of all, I have to say that Latin American countries traditionally have been a very big customer for military helicopters and cargo and transportation helicopters. Соответственно, в Перу у нас есть партнеров в авиацентр по продажному и ремонту талет марки Ми. Соответственно, в высокой степени готовности центр у Министерства обороны. Какой степени в Перу? Перу. Соответственно, в Бразилии мы выполняем все наши обязательства по… там тоже сделан сервисный центр, и как раз сейчас коммуникации. В Бразилии мы также обеспечиваем все наши обязательства. Есть сервисный центр, который открыл для Ми-35-хеликоптеров, и представитель Ростов авиационного центра уже есть, обеспечивает капиталную обороны Ми-35-хеликоптеров. Поэтому с этой точки зрения сервисных центров пока такая ситуация. Мы, конечно, заинтересованы в развитии поставок гражданских вертолетов на рынок Латинской Америки. Потому что вертолеты работают в Аргентине, Бразилии, Перу, Колумбия, Венесуэла. Чуть выше, если вы посмотрите, и там в Мексике есть. Поэтому, конечно, опыт эксплуатации большой. Поэтому мы видим перспективу на этом рынке и будем активно его развивать. Мы знаем, что иногда компания из Европы, Швейцарии, Испании, они участвуют в тендерах на пожаротушение Латинской Америки и вертолеты перебрасывают туда на работу. Мы знаем, что иногда компания из Швейцарии, компания из Швейцарии, из Швейцарии, take part в тендерах, в тендерах, в тендерах, в тендерах, в тендерах, в тендерах. Мы Slowko п 어쩌면 служба в тендерах, в тендерах и из Швейцарии, по в тендерах, в тендерах. Продолжение следует...